Ребят, всем привет! Наш сегодняшний день начинается вот на такой вот нотке. Мы с Борисом Борисовичем под музычку собираем тумбочку. Собираем тумбочку на ванную нам. Сегодня будем делать канализацию там, правильно сына? И соберем тумбочку. Теперь смотри, берешь вот эти крышечки беленькие и делаешь вот так. Раз. Еще один. Угу, давай. Вот так. Да. Угу. Угу. Так. Сюда идти. Мой сын напалет в руку! Ага. Нет, тут здесь, давай мне. Хорошо? Хорошо. Я очень много молодца. Спасибо. Спасибо. Держи, держи. 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 Держи, держи. Держи. Держи, держи. Держи, держи. Держи, держи. 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 Если бы не было вот этого, то мы бы не смогли поставить хлеб. Почему? Потому что тут живут бактерии, которые работают и разлагают. Что такое у нас работает? Превращают сахар в спирт с выделением углекислого газа. Вот эти бульки идут, это углекислота. И потом, благодаря этим булькам, у нас подходит хлеб. Сейчас я пойду в новую чашку прийду. Дальше говорить. Подписывайтесь на канал. так давайте переехать А я никогда не мешал такое тесто Хочешь помешать? Да Я потом хочу Я потом хочу Я потом хочу Ой Запачкался? Да Ты как привык Ты у меня запачкался Надо смотреть Что ты лозишь сверху? Мешай давай до дна Я вижу, я вижу Я смотрю Все? Теперь ты будешь мешать? Я Давай мешай А я не могу там А, сам не можешь Ну ладно А ну пойди посмотри Ванная свободная Я сейчас поставлю хлеб И будем делать Канализацию для умывания Опять четыре? Да У нас очень много хлеба Жалко, что у нас Солнце кончается и кончается Мы же не едим Очень быстро Ну, вы же растете И едите больше А где синяя капула? Я Ане булку одну отвез Так, забирай вот это А я забираю вот это Ну, а у нас что? Вот что у нас Приходится как раз На эту Даже не на эту стойку А на вот эту И что мы будем делать? Мы будем Вот видно, да Как раз Нужно поднимать На четыре сантиметра По-другому никак Соответственно Нужно подкладывать Подкладывать Или опускать Подкручивать ножки Я поняла Немножечко надавливать О, о, вот так вот Сделал, смотри Да Все, надавливать надо было Максимке губы сохнут Пересыхают к зиме Да у всех сохнут У меня тоже сохнут У него жестче всех почему-то Ты заметил? У него прямо аж трескаются И такие появляются корочки По всей губе И потом они отходят И он их обрывает До крови иногда И прошлой зимой нам сказали Купите Аевит Витаминчики Смазывать Жидкие Да, масло для губ С Аевит Аевит прям так и называется Я купила Оно дороговатое Мы все просто Помадой гиенической Мажем А ему вот прямо Эти нужно А вот каблеты Это сазы Ты доктор у нас сегодня? Да Мы сейчас будем сидеть Планы планировать А я буду лететь вас Что у нас сегодня день такой, да? Как вы будете работать? Животы болят Кишечку, видно, принесли Это кишечная Потому что когда живот болит Горло болит, температура Голова и так далее Это кишечка Это вот, говорю, привезли нам дети До сих пор мы болеем по очереди Надеюсь, что до стрима Мы уже немножко отлегаемся Ну, хорошо, что у нас хоть температуры нет У всех И Тимофей вообще без температуры Все Мальчик оклемался Быстро очень А мы все без температуры А у Тимофея Вирус, наверное, вирусный Напал Короче Первый, который он заболел Была не кишечка А просто каширует Так сильно его И температура А потом Кишечка И вот оно все смешалось Видно, у него повторно пошло А у нас вот В такой форме Это протекает Показывай Вы посмотрите Давай Давай, давай Сюда Вы посмотрите, что Пошел с Сашей Делал сегодня Красавчик Ты что? Извините Роллов было мало Нормально Это нам с папой? Да Ого Это ты говоришь Мало роллов? Ты же всем сделал Полностью Это мало роллов? Не на всех Только Паша А то он через 3 дня И у него спросил Ему остаться Он говорит нет А, все понятно Паша уехал на чулку Понятно Вы представляете? Красавчик Кулинары вы у нас, мальчишки Вообще, какие вы молодцы И надеюсь, что этот рис Доготовлен Ну, по виду доготовлен Я его на 4 минуты На всякий случай Переготовила Потому что в прошлый раз Когда я готовила Столько, сколько надо было Полчаса Он этот был, да? Он был немного недовольный Ну, по виду доготовлен Спасибо тебе А вкусу тоже Там некоторые разваливались Ох Я что-то понюхала У меня с этой кишечки Такая тошнота Пойдут они ли мне Не, не пойду Вот я так тоже думаю Может, надо было подождать Пока мы переболеем А вам как, пошло? А? Пошло вам? Нет, да Ну, здесь, в принципе, ничего нет Рис, наоборот, показано Что там огурчик Там, бывает, палочка В принципе, ничего тяжелого нету Но я просто по заходу Мне вчера очень тошнило Очень-очень И сегодня я его сейчас понюхала И прям, знаете Я, наверное, сегодня без роллов Забирай Это не кролом Ничего не имею Да, спасибо Спасибо, сыноч Спасибо огромное Тогда тебя оставлю А у Бори только слабость Тебе вообще больше всех везет Ты все время меньше всех болеешь Я не знаю Все животы болят А у тебя это А у тебя только слабость Это что такое? Врач приехал мне лечить Микробы из живота вытаскивать Я его вызвала Говорю У меня животик болит и тошнит А он говорит Надо разрезать, значит Посмотреть, что там за микробы И вытащить их И какашки тоже их Понятно Чтобы не мешали И мусоровоз их Увезет Теперь зашивай меня Вон, смотри, какая красота Встала Пошла Да Языка всем показала На горшок пошла Ай Язык показала Села такая И забрала назад И такая коза Хорошо Красавица ты Какого? Все, вставай, давай Потому что я сейчас упаду Сейчас меня полечит И встану Боря решил снимать Как мы планы Что будет снимать? Непонятно Что? А что это за флаг? Там, где сверху черные Потом посредине красные А снизу желтые Флаг? Да Флаг Черный, красный, желтый Немецкий Это что такое? Германия Германия А ты где такой флаг купил? На этой Ну, в которой Эти Лимоны Собирались Убить На лесорубке? А, на бошевской Да А, там флаг такой есть? Да Интересно Значит, Германия Бош, это же немцы, да? Значит, Германия Как ты узнал с флага? Ты видел? Короче О стриме мы с тобой решили Что мы говорим О О О О машине Правильно? Угу Значит, я пишу тогда Это мы каждому стриму готовимся Что нам нужно на стриме Объявить, рассказать и так далее Объяснить Так, я занимаюсь Снятием машины Да Давай снимай ланту Когда ты в город ехать Когда можно ехать Двадцать шестого Так Ну, мама, у нее такой живот Угу А вдруг она сейчас будет Детеныш Нет, она сейчас не может Нет, Джесси, не трогай Джесси, нет Джесси, давай Отходи 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 Так Хорошо Прививки животным нам нужно сделать Уже пора Уже прошел срок у них Так Видишь, двадцать первого надо было делать Там уже записаться надо, наверное Так, а мы здесь будем делать Куда мы ездили Или попробуем все-таки Там я нашла Государственную Давай мне номер Я позвоню Короче Давай тогда Давай тогда Смотри Она сказала Прививку делается С девяти недель А ей как раз Сколько сейчас Надо посмотреть Когда они родились Надо записать Записала Я смотрю Моя родилась Записала Я как раз хотела Вот здесь Что записывали Дата рождения Давай Так Ириска Джесси Вот тут я сейчас тебе продиктую Запиши, пожалуйста Дата рождения Хорошо Я сейчас переписки посмотрю В объявлении Где они там А что, вы там писали Да? Да Джесси Хватит мне мыть Щенята родились Двадцать пятого Дальдевятого Пиши Двадцать пятый Дальдевятый Сейчас смотрю Ириску Двадцать пятый Дальдевятый Двадцать четвертый Джесси Нельзя Джесси Нельзя Вот Ириска Ириска У нас Молодец Двадцать четвертого июля двадцать четвертого ноль седьмого пиши. Получается двадцать пятых будет только два, правильно? Это будет восемь недель. О, вот правильно мы и сделаем, как она сказала, мы купируем хвост сначала, потому что прививки делается, помнишь там, короче, а там через три недели ровно надо, ну короче, хотя вот это тоже неплохо предлагала, помнишь, как она предложила, делаем первую прививку, потом купируем через неделю хвост, как раз две недели на сживание, делаем вторую прививку. Это с врачом поговорим-то, поедем поговорим, возьмем Джесси, возьмем Риску. То есть мы либо прививку делаем сразу, либо ее записываем на купирование. То есть мы предложим ей вот такой вариант, что мы сейчас сделаем прививку, через неделю мы купируем хвост, пускай она сразу записывает, правильно? А потом снова через три недели купируем это. Мы как раз поедем, ей почти будет девять недель, а не этой будет ровно восемь. Восемь будет. Да ничего скажем, можно восемь в неделю разница, чтобы нам вот так вот сделать. Да, давай тогда возьмем двоих их, едем, тогда записываем. Поехали дальше. Дальше поехали. Это мне нужно в ГАИ узнать, где, как, туда же записывался, наверное. Вот сегодня запишись. Это нужно в госуслугах поставить. Запишись, снимай с фотографирую выставленную Авитою. А вдруг ее целую заберу? На разбор. Или просто выставлю. Продаю запчасти, модель такая-то там, что двигатель, все, что надо, с нее продаю. Колеса, резина, там эти, сиденья, все продаю. И пишешь сумму. Если мы купим машину, если мы купим машину в замену Элантре, тоже старенькую, и там будет тринадцатый диаметр колес, у меня есть зимняя резина, новая, то, что стоит на Элантре, и летняя, новая. Так ты ищи, тогда сразу с тринадцатым колеса. Зачем тогда их продавать? Зачем тогда колеса продавать? Резина же новая. Нет, я имею в виду, ты можешь выставить Элантре и написать, что на разборку, частями продаю, деталями, и пишешь, что ты из нее продаешь, и цена. То есть ты не каждую деталь фотографируешь, а выставляешь машину и продаешь. Ну там потом разберемся. Мне сначала нужно снять ее с... Хорошо, когда будешь снимать? Давай записывай, дайте. Я записал. Мы во вторник едем в МВД? Нет, мы в четверг. А, мы в четверг, я все запишу. Ты смотри, у нас же документы заберут, у нас не будет ничего. Правильно, нормально. Ничего-нибудь как раз вот заберут, и все. До следующего дня у нас не денется. Так, что у нас с интернетом? С интернетом я общался, звонил. Говорят, нету технической возможности. Этот человек, который дали нам телефон, он тоже говорит, а сколько раз подавал заявку. Постоянно говорит, нет возможности, нет возможности. Короче, в чем, когда что-то у нас появилось? Может быть, из-за того, что не могут перетянуть на эту сторону, или как перетянуть, или решить. Ну, там ты видел информацию, да, что сейчас все, да, я тогда вычеркну это, вот ждем, когда появится. Дальше, разобрать ящики с техникой. Это нужно мне выделить день, убрать у себя в комнате. Порасставлять, подскладывать. Или надвоем разобрать, подскладывать все, потому что мы вот так скинули, там, во-первых, у тебя ящиков намного меньше станет, и чище станет. Давай запланируем у тебя какую-то уборку в комнате. Потому что нам что-то искать негде, у тебя все в комнате, все в таком халке. Вот сейчас запланируем и пошли, блядь. Этот? У тебя есть силы? Я готова на ящике. То есть сидишь себе на пол, сел себе, разбираешь, ты мне их все достанешь. Разберем? Ну, давай. И что с ноутбуками для детей? Что? Всем все сделано? Да, все сделано. А мы будем Касперский ставить? Саша учится, Паша учится, Тема учится. Касперский бум ставить, или в принципе, пока я не вижу? Не, не надо. Если понадобится, мы поставим. Да, дело в том, что у нас же нет стабильного доступа в интернет, чтобы они сидели ночами. А, ну да. Ну все тогда. Тогда ноутбуки мы решили. То есть ты всем подключил, всем поднашил, все занимаются, я имею в виду, они-то занимаются, но я имею в виду, там все нормально. Да. Страхование дома сделали? Да. Господи, спасибо. Так, подать документы на бесплатное газовое оборудование нам нужно. Это после того, это нужно узнать. Мы говорили с тобой, заедем, узнаем. Когда? Мы можем поехать узнать за газовое оборудование. Как этот процесс делается для многодетных? На какую сумму, какую форму нужно запомнить и так далее? Мне надо детей подстричь. Мне надо сегодня газ, узнать адрес, куда поехать, газ. Да, узнать за газ. Вот я буду ящики перебирать, а ты себе за газ отдавай. О, хорошо. Я буду сейчас в комнате перебираться одновременно. Ты меня спустишь. Если можно выпустить? Да, в принципе, да. Ура! Она проснулась, выпускает. Джесси, идешь гулять? Джесси, идешь гулять? Я надо спустить. Если там 8800 и... Значит, я смотри, вот так вот пишу, что вот это мы сейчас этим занимаемся. Мы сейчас занимаемся льготами, получается. Бланк на положение 100 тысяч, это когда 3 года пройдет. Камеры наблюдения пока не устанавливаем. Когда забор, да, поставим, установим. И установка звонка. Можно их и сейчас. Звонок нам надо сейчас, мы закрываем, поставим на дверь. Вот, мы будем сеять на фонотеже, там будет кто-то стучать, мы не услышим. Хотя будет этот обычный поставить. Вот этот, что у нас был в Гугорухе, в Китинь. Да. Да, можно. Можешь себе где-то написать, что наука звонка, чтобы могли нам дозвониться. Потому что окна закрыты, зима, попробуй докричаться сейчас сюда в дом или дозвониться. Обычного звонка. Прямо вот сюда на дверь поставить. А потом мы его спустим просто вниз, Джесси. То есть ты установишь его для нас. А потом мы его, помнишь, как мы его планировали? Для кота и для кошки просто вниз перенесем, где они смогут нажимать и все. Так, установка звонка. На когда ты все поменял? Я пока что пишу на понедельник. Ты себе напоминал туда, просто поставь. Я поставлю. Пишу, установка звонка. Установка. Так. Звонка. Потому что ремонт дома еще будет долго, а нужно, чтобы нам могли дозвониться. Так, мы занимаемся, значит, газовым оборудованием сейчас. И установка, так, камеры наблюдения я вычеркиваю. Это все будем делать с весны. Нам они сейчас не дарят. С весны, ты смотри, нам нужно подумать очень хорошо. Потому что, с одной стороны, мы говорим, ты будешь весной заниматься машиной. У нас есть весна и лето. Подожди, подожди. О чем разговор? Что я занимаюсь капитальным ремонтом булки. Но при этом, забор, камеры видеонаблюдения. Все, заборы, камеры видеонаблюдения, больше ничего. И мы уезжаем. Дело в том, что мы можем делать погреб осенью, когда приедем. Погреб делать осенью, все остальное, площадку для машины, все делать осенью. Нам главное забор и камеры наблюдения. Ты себе столбики вкопал, пока они там сколько выдерживаются. Ну, ты понял. Бетон, ты себе делаешь машину. Да, может я отдыхаю после столбиков. В город поехали мы отдыхаем на следующий день. Нет, так они же три недели имеют усопнутые. Какие три недели? Через четыре дня можно ставить прожилины и красить их. Ну, так вы сделали, смотри, сколько месяцев в весне, когда все растает и июнь? Три? Ты за месяц сделаешь это? Конец апреля, начало мая. Ну, май, июнь. Да. Ну, вот это два месяца у тебя на машину будет и на забор. Я не успею, и то есть, я забор только буду делать. И тогда можно машину отремонтировать, но ни подно не подрезать. На гнилой покатим. Покатим, на гнилой шутят. Хорошо. Или нанимаем работников, которые быстро с тобой делают забор. Два парня, ты и еще кто-то. Или попросим друга. Сколько нужно на забор времени? Недели три. Недели три? Это, ну, да, недели три. Ну, у тебя будет месяц. Что успеешь сделать с машиной, ты успеешь. А у нас вариантов нет. Или машину ты можешь начать раньше делать. Ты можешь поставить, когда тепло. Зачем тебе кстати? Зачем нам ждать, чтобы расставила, чтобы ты делал машину? Значит, только найдет потепление, у нас будет легковушка, ты делай машину. Езжешь на легковушке везде, где надо. А потом, как только потеплело, ты начинаешь заниматься забором и так доделаешь машину. Что скажешь? Тварочная работа, ты можешь наоборот тебе в костюмчике хорошо варить, когда прохладненько, а не когда жара. Когда болото вокруг машины будет. Ты можешь сделать так, чтобы не было болото. Доски. Нет, вообще как вариант. Я понял. Весна и один месяц лето будем делать машину, забор и это. А сейчас вот звонок установить, газовое оборудование решить, потому что газ скоро будет. И разобрать холодные ящики мы разбираем, правильно? И потом ремонтом дальше занимаемся. Так, за прививки мы решили. Этим занимаюсь я. Значит, что у нас еще? Шлейку нужно отступить. А, и давай мы поездим. Кошке шлейку. Кошке шлейку зачем? У тебя вообще не выходит, еще до весны не выйдет. А потом уже весной купим. Я ее хоть чуть-чуть, чтобы она привыкала. Холодно. Честно, ей там нечего делать. Машину ее брать с собой в город, чтобы она к машине не привыкала. С весны начнем перед поездкой. Купим ей вольер, в котором она будет спадить в дороге, чтобы не сбежала. А тут маленький, помнишь, такой классный вольерчик, где у нее вода будет стоять, сетка, решетка, что никто ее там не тронет, ничего. А где палатка? Где это будет стоять? Рядом с палаткой или в этом, в тамбуре в палатке. Каком тамбуре? Ты не понял, маленький вольерчик. Помнишь, я тебе показывала? Если мы едем булкой, где он будет стоять? Складывается он, она в машине будет. А, она просто в машине? Да. А я думаю, что вольер будет стоять в машине. Нет, нет. А потом ты выходите все в машине, эта кошка все равно диковатая. Нужно ее приучать долгое, долгий, долгий срок. Она раз там в этом вольере. А если хочешь поиграть, шлейка на поводке. Я уже Джесси куплю хороший поводок, а ты вот на этом, на который она не дергнет. Пять метров расстояния, пожалуйста, гуляй с ней. Пока не привыкнет, пока вообще к нам не привыкнет. Потом мы приедем, она дома будет, будет подбегать к нам, откликаться. Только потом можно будет уже ее это. Все, тогда заедем, Боря, мне нужны, хорошо, что вспомнила, посмотрела комбинезон. Нужно поехать, купить, либо мужской старый свитер, берут, рукава обрезают, где уже часть. Это сюда идет, дырки тут сделали, дырки тут сделали, все. Теперь это. Это мы будем на рынок ехать, на центральный рынок. А там рядом же это. О, и там скидки как раз четверг, пятница. Значит, пишу как же его. Короче, second hand. Вот, все, этот мы вопрос тоже решили. Свитер. Либо детский какой-то пример. Надо сюда сразу писать, списать. Я потом запишу, мне главное тебя сюда вынести. Я этим займусь. Так, день рождения мы узнали. Комбинезон. Воскресенье, день матери. Куда тебе? Шашлыков хочешь во дворе? А мы хотели тебе день рождения шашлык сделать. Давай садим твой день рождения, мой день матери. И пожарим маршмейл, шашлычки. Давай. Почистим. Давай. Тортик. Все хорошо. Тогда пишем. Воскресенье. А когда воскресенье? Нам в субботу надо. Воскресенье служба. Давай в субботу. И вот в субботу мы там за колонками поедем. А, за колонками пишу. Да, так тут же записали. Я себе сюда только пишу. Так, а в субботу Дере. И день матери. Все. Шашлык. Записали. Так, антисептик мне сегодня купить. Сейчас напишу себе. Лечение это мне. Пошли перебирать ящики. Да. Все, делаем ящики. И отдыхаем. Наконец-то мы добрались к уборке Бориной комнаты. Я это свою уже давненько поубирала. А вот это сейчас Боря все организовывает. Мы расставляем, выносим лишнее. Ну, нам как всегда помогают животные, которые грызут одежду. Что, Джесси? Ага. Проказница. Сейчас все пораскладываем. Сделаем красиво. Боря сюда сейф поставил. Ну, больше некуда ему ставить его. Потому что дерево заняло главную позицию в комнате. И вытеснило сейф в другое место. Короче, нам вот эти ящики все нужно поразбирать. Посмотреть, что там нужно, что не нужно, что выбросить, что не выбросить. И как-то Бори в комнате все их поскладывать. Потому что у меня одно в комнате находится, у Бори другое. Короче, мы так поделили, что кому в комнату поставить, где что будет стоять. Чтобы это место у каждого равномерно занимало и удобно было брать всеми. Ну, короче, вот так. Ура! Мы освободили кучу ящиков. Кучу всего повыбрасывали. Определили, что нам надо, что нет. Где что будет лежать. Боря себе достал старенькие колоночки. Ты с такой радостью об этом говоришь, а я еле стою. Нет, так понятно, что мы еле стоим. Да посмотри, как у тебя сразу красиво стало. Кучу всего убрали. Вот там завалы разбирали. Я себе с ним назад могу сюда поставить и играть. Вот, видишь? Осталось только вот там все, Боря, выгребсти для ремонта. Это потом. Вот сейчас он часы себе повесит. А где у тебя наушники будут лежать? Я придумаю. У меня вон трещина пошла, видишь? Ребята, у нас первые трещины. Раз. Сейчас еще покажу. А вот два. И у Тимофея трещина. И у Паши. У Паши тоже, а у меня нету. С этой стороны трещины пошли дома, а с той стороны я не вижу трещин. Почему так? Непонятно. Пошли трещины по дому. Это нужно будет их за... Это первая комната была, это вторая, это третья. Там мы уже приспособились. Там мы уже... Короче... Класс. Мне теперь нравится у тебя. Еще штор не хватает. Так, штор не хватает. А я даже тебе место... Подожди, место для... Смотри, какое место для часов. Вот там классненькое. На той стиле. Еще великолепное. Посмотрим, куда их. Перецеплю. Кука. А вот у меня в комнате, благодаря уборке в Бориной комнате, навелся бардак. Потому что что-то сюда перекочевало. И нужно это все дело сейчас пораскладывать, поубирать. Короче, сейчас буду у себя уборкой заниматься. А вы знаете, начала, когда Джесси выпускаю, ставить сюда лоток, и она ходит сюда. Представляете? Сегодня раз мы сидим такие с Бориной, убираемся, она пошла, сходила. Правда, вот иногда в коридоре может сходить еще здесь, или у ребят в комнате, или там у Тимофея. Но уже классно сделано, что она уже сюда ходит. И жду газеты, заказала, когда придут. Будет у меня газетки лежать. И что сегодня берем? Убираем. Есть какие конфеты? Давайте вот такие. Сегодня пятница вечер. И каждую пятницу вечер мы раздаем сладости детям на выходные. Выбирайте, что будем брать. Давайте, они сосательные, долго. Смотрите, куча. Вы можете либо несколько видов взять, либо один, ничего. На этой красивой ночи, ребят. Будем заканчивать наше видео. Пальцы не работают. Не работают. Надо разрабатывать. Боря, прощаемся. До завтра. А завтра, послезавтра вообще ничего снимать не будем. У нас выходные, суббота, воскресенье. Сегодня хорошо поработали, несмотря на то, что болеем. Мне понравилось. Мы наконец-то сделали то, что давно не могли до куда добраться. И Боря даже в тумбочку в этом, в туалете, ой, в ванной установил. Так что неплохо, неплохо. А, я же знаете, что сегодня еще сделала? Я сегодня. Исходя из всей информации, которую я нашла. Я отдельным видео сейчас, Боря пойдешь, меня снимешь, хорошо? Я на днях выложу как раз. Будем снимать до завтра сейчас. Не, не, не. Нашла информацию, смотрите в следующем видео, по питанию собаки, потому что категорически нельзя собаке, потому что можно собаке. И по, да, и там же у тебя еще нету по дрессировке. Нет, не дрессировка нет. Чему обязательно нужно отучить собаку, чтобы не было в будущем проблем? И кошку. К собаку. И кошку. Ну, кошку тоже, но собаку в основном. И кошку. Вот пошли снимать об этом видео и смотрите его. Вот завтра, послезавтра, когда оно там выйдет как раз. И кошку. И кошку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok